Глава тринадцатая Брахма похищает пастушков и телят Блаженный Шука сказал О, государь, ничто не укроется от твоего пытливого ума Судя по твоему вопросу, после многих дней слушания Ты нисколько не утратил остроты восприятия Кто понял смысл жизни, тот ни на мгновение не отвратит своего слуха От жизни описания нетленного властелина Признак же человека, мучимого страхом смерти Тот всегда говорит и слушает лишь о женщинах из золотя Нет такой тайны, который не открыл бы мудрый учитель смиренному ученику Итак, слушай внимательно Вызвали в друзей и спасти смерти Кришна вместе с ними направился домой вдоль берега полноводной Емуны Неожиданно он остановился и сказал Друзья, посмотрите, как здесь чудесно Как упоителен запах цветущих лотосов Как ласково перекликаются лесные птицы И жужжат тучные шмели Давайте отпустим наших телят напиться воды А сами расположимся здесь на берегу И устроим себе трапезу Пастуша так как один Ответили Кришне Возгласами одобрения И отпустив телят к водопою Принялись раскладываться на золотистом бархате песчаного берега Разворачивать свои узелки с домашней стрепнею Точно венчик среди лепестков огромного цветка Кришна выседал в середине плотного кольца друзей Взирающих на него восторженными взглядами И предлагающими наперебой свои нехитрые угощения Что поместились на листьях цветов В корзинах и в полостях огромных орехов Каждый из них, откусывая от чужой трапезы Принимался морщить лицо, показывая Кришне Сколь невкусна еда товарища В отличие от его собственной А потом все вместе заливались громким и веселым хохотом Боги с небес В изумлении взирали на то Как верховный владыка Тьей пищей являются жертвенные дары на алтарях Заткнув за пояс флейту и рожок И отложив в сторону пастуший посох Хватал рукой творожный рис Со сладкими фруктами, сорванными только что с деревьев И жадно отправлял себе в рот А пастушата шутили и передразнивали друг друга И с упоительным восторгом Предавались общему веселью Между тем, напившись сполна воды Телята уже пощипывали сочную луговую траву И все дальше удалялись в лесные дебри А когда пастушата обнаружили пропажу И повскакивали с мест, чтобы привезти стадо обратно Сын Ешоды успокоил их Друзья, не тревожьтесь Заканчивайте свой обед Я сам схожу за нашими телятами И Кришна, дабы услужить товарищам Отправился в лес Где в густых зарослях, оврагах и теснинах Скрылась их тучная стада И тогда Брахма Досели недоуменно взиравший на пастушка В мгновение ока истребившего грозу богов Акху Задумал собственно лично удостовериться В могуществе Кришны И заодно показать миру силу своих колдовских чар Как некогда движением мысли он сотворил вселенную Так нынче мысленно же он удалил с земли пастушат Расположившихся на берегу Емуны И их телят, рассеявшихся в лесу Вриндаваны Не найдя своего стада Сын Ешоды воротился на поляну Дабы призвать на помощь товарищей И обнаружил, что и те тоже исчезли На лице всеведущего отразилось изумление Однако смекнув, что никто кроме Творца Не способен бесследно изъять из мира сотворенные предметы Кришна придумал, как ответить на вызов лотосорожденного Тотчас возле Кришны появились новые пастушата А из лесу показалось новое стадо Но то были не Божьи создания Но сам Кришна Единовременно принявший множественный облик мальчиков и телят Все дети были точным слепком своих прообразов В руках они держали такие же посохи Рожки, узелки и свирели Облачены они были в такие же платья, как и их предшественники И убраны в такие же украшения Ликом своим, походкой, привычками И даже душевными склонностями Образы Кришны в точности повторяли его друзей Так что даже собственные матери Не могли бы обнаружить подмены Вскоре новые пастухи во главе с Кришной Как ни в чем не бывало С веселыми песнями шагали по дороге домой Погоняя впереди себя свое новое стадо В деревне облики Кришны попрощались друг с другом И вместе со своими телятами разошлись по дворам Где их с нетерпением ожидали родители Еще издали, заслышав звуки рожков, матери мальчиков Побросали домашние дела и выбежали на улицу А увидев своих чад, они необъяснимо для себя самих Испытали столь сильное чувство нежности Что из грудей их засочилось молоко Обняв их и усадив на колени Жены пастухов насытили своих детей живительную влагою И так продолжалось целый год Каждое утро Жены пастухов поцелуями пробуждали множественного Кришну Ото сна и снаряжали его в поле на целый день А вечером он возвращался из леса И, предавшись в объятия своих матушек Переступал порог их домов Пастушки купали своих сыновей Умощали их тела прохладным маслом с сандалом Одевали в свежие одежды И наносили на их чело Священную глину Почтение заклинаний И звали на ужин А телят, в коих преобразился Кришна Коровы встречали радостным мычанием И, облизав их с головы до ног Подставляли им полное вымя Жены пастухов и прежде Испытывающие материнские чувства к сыну Ешоды С некоторого времени и вовсе стали считать его своим дитя А некоторые тайком признавались подругам Что с прошлой весны Почувствовали к Кришне любовь еще большую Нежели к своим собственным детям И что нисколько не смущаются этим И всякий раз, когда они гладят и ласкают своего ребенка Им кажется, почему-то, что гладят и ласкают они Кришну, сына Ешоды и Нанды Так превратившись в пастушков и телят Кришна наслаждался любовью множества матерей одновременно А они кормили его своим молоком Отдаривали ласкою, нежностью И не помышляли на свете большего счастья Однажды, почти год спустя После того знаменательного похищения Произошло событие Которое зародило подозрение в сердце Баладевы В тот день они с Кришною По обыкновению погнали стадо в цветущий лес Вриндавану Коровы, что в дневной час щипали весеннюю траву На склонах холма Гавардханы Увидели в долине своих взрослых телят К той поре выросших из молочного возраста И их охватило неодолимое желание Отдать им свое полное вымя Повинуясь материнскому порыву Животные позабыли о пастухах Что стерегли их И, задрав кверху хвосты и головы Кинулись вниз По каменистым спускам Громко мыча И расталкивая друг друга боками Вздымая ввысь Столбы пыли И произошло это столь стремительно Что пастухи едва успели Отпрянуть в сторону Точно мимо них пронеслось Не стадо коров Но табун боевых лошадей И было странно видеть Как только что Отелившиеся коровы Подставляют вымя Своим великовозрастным Народившимся еще в прошлую весну Бычкам и телицам А пастухи Опомнившись от потрясения Раздраженные и негодующие Бросились вслед за своим стадом Перепрыгивая через кусты и камни Крича и размахивая посохами Но едва увидели они Своих собственных сыновей Как незъяснимая волна нежности Накрыла их самих И все они Как один забыли Зачем очутились здесь Неведомое доселе желание ласкать Дарить нежность своим детям Охватило все их существо Пастухи обыкновенно немногословные Скупые на проявлении чувств Обнимали своих сыновей Говорили им нежности И жадно вдыхали Аромат их волос Немало усилий Стоило пастухам Вернуться к своему стаду Но как только они Вспоминали образы своих чад Как они обезумевшие С влажными от слез Глазами снова мчались К своим сыновьям Чтобы заключить их в объятия И никогда больше не расставаться с ними Да и коровы то и дело Переставали щипать траву И замирали Слушиваясь в звуки леса Куда юные пастухи Только что увели телят От удивления Баларама Не мог вымолвить ни слова Что за чудеса Думал он Как возможно что коровы Пренебрегают молочными телятами И подставляют вымя Уже почти взрослым бычкам А пастухи Едва расставшись с сыновьями Через мгновение Уже льют по ним горькие слезы Откуда это умопомешательство? Какая колдунья Осмелилась изменить Закон природы? А может В привычное русло событий Вмешались чары Моего господина Ведь кроме него Никто не в силах Ввести меня в заблуждение Тут Баларама Наконец понял Что все друзья его И все телята Один тот же Кришна Принявший множественные облики Стало быть Мальчики эти Не перевоплотившиеся Боги и мудрецы Как полагал я прежде А Кришна Размножившийся В бесчисленных образах Детей и телят Открой мне тайну О вездесущий мой владыка Что побудило тебя Скрыться от меня За весой обмана И Кришна Поведал Своей первой Ипостаси О том Как четырехликий Творец Похитил их Стада И друзей И что целый год В облике Телят И пастушков Он жил В домах Соседей А между тем Брахме Предстояло Сделать Собственное Открытие Уже через миг После похищения Друзей И телят Кришны Он обнаружил Что точно Такие же Телята И пастухи Окружают Прекрасного Мальчика Словно Ничего И не Произошло Но за тот миг Что понадобилось Лотосорожденому Для прозрения На земле Прошел Целый год Ибо Время Исчисления Богов Значительно Разнится С земным Еще раз Попытался Брахма Чарами Своими Удалить Неведомо Откуда Взявшихся Мальчиков И телят Но оказался Бессилен Кто они И откуда Появились Недоумевал Создатель А кто же Те Кого я Похитил И которые Мирно Спят В моих Чертогах Кто из них Действительно Сущие А кто Навождение И почему Я Творец Вселенной Не могу Распорядиться Брахма В следующее мгновение Телята и пастушки Предстали перед взором брахмы В обликах смуглоликих вишну В золотистых одеждах В четырех руках своих Каждый из них держал раковину Огненное колесо, палицу и цветок лотоса Чела их венчали золотые уборы В ушах блистали, покачиваясь длинные серьги Грудь, отмеченную знаком удачи Украшали цветочные венки На руках и ногах красовались Сияющие золотом обручи На шее, отмеченной тремя полосами Переливаясь всеми цветами радуги Светился дивный красоты самоцвет Кауступха Тонкий стан их Опоясывал шитый золотом Шелковистый пояс Стопы обликов Господа Утопали в нежных молодых листьях Тулыси, подносимых Господу Его преданными слугами Красноватыми очами своими Он точно побуждал Желания своих слуг А светлою, словно полная луна Улыбкою Охранял желания своих слуг От порочности Вся вселенная От великого недвижимого Брахмы До невесомой Былинки Служила множественному Господу Воспевая ему славу Кружила перед ним в танцы И подносила приятны его чувствам дары Святою Всевышнему Служили олицетворение Восьми тайных сил Во главе с невесомостью Олицетворение Двадцати четырех стихий Во главе с первичным веществом И сам нерожденный Во услужении множественным обликам Вишну состояли время И обособленная природа Искупление и три свойства вещества Желания и деяния Облик Всевышнего Суть бытия Бесконечность Знания и блаженства В одном лике и очерке Но даже постигшие Все эти грани Господа Не способны узреть его облик Во всем его великолепии Саморожденному открылось Все разнообразие вещей Происходящих от вездесущего Безмятежного духа И он увидел мальчиков с телятами Несотворенных Но сущих ипостасями Всевышнего Потрясенный До самой глубины Всех своих одиннадцати чувств Четырехликий творец Замер в оцепенении Точно кукла Перед храмовым божеством И когда Изрекший веду Владыка учености Признался себе Что не способен Отличить действительное От призрачного Что его власть Не безгранична В его же творении А прозорливость Ущербна И что мудрость Бессильна Пред забавами Беспечного Тогда-то Кришна И отдернул От его глаз Завесу Наваждение И жизнь Стала медленно Возвращаться В его Оцепеневшие Члены А рассудок Осенило Ясностью Точно Новая Заря Взошла На востоке И пробудила Спящего После долгого Ночного Сна И Оглядевшись Вокруг Брахму Увидел Со стороны Всю Свою Вселенную И в ней Себя Восседающим На белом Лебеде Окинув Взором Одновременно Все стороны Света Четырехликий Обнаружил Себя В лесу Вриндаваны Среди Вечно Цветущих И плодоносящих Желанными Плодами Благодатных Дерев В вечной Обители Кришны Где Душам Неведомо Ни страх Ни скука Ни печали Где хищники И беззащитные Живут в любви И согласии Взору Создателя Открылась Прекрасная Действительность Безграничная Несравненная И неотразимая Истина Истинною Той Было Малое Дитя Юный Пастушок Который Стоял Один На лесной Поляне Сжимая В левой Руке Надкусанный Комок Сладости И Недоуменно Озирался По сторонам В поиске Своих Друзей И телят И в тот же Миг Создатель Сбежал По крылу Своего Белого Лебедя И точно Подкошенный Тростник Рухнул Перед Сыном Ешоды Коснувшись Земли Четырьмя Своими Коронами Мудрости И Оросил Стопы Победителя Слезами Раскаяния Снова И снова Брахма Пытался Подняться С земли Но ноги Всякий Раз Не слушались Его И он Падал На колени К ногам Юного Пастушка Чье Истинное Величие Открылось Творцу Мгновение Назад И тогда Утерев Слезы Создатель Сложил Молитвенно У груди Ладони И Глядя В лицо Своему Спасителю Молвил Дрожащим От волнения Голосом Молитвенно 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok